Приветствую вас! Вы знаете, я думаю, что ответ на ваш вопрос, по крайней мере, ответ на вопрос, почему так получается, достаточно просто. Так получается потому, что вы выбираете определённых мужчин. То есть вы выбираете себе определённых мужчин, которые ведут себя таким образом. То есть, которые, например, проявляют активность только когда нужно завоёвывать женщину. И совершенно не проявляют активность, когда нужно, ну или нужно, или можно просто спокойненько с ней взаимодействовать. А вот почему вы выбираете таких мужчин, которые стремятся только завоёвывать? Это вопрос. Это довольно интересный вопрос. Может быть вы сами придерживаетесь той позиции, что мужчина и женщина изначально, например, не равны. Такая позиция, в принципе, вполне возможна. Она, такая позиция существует. И она исходит, конечно, из стереотипных представлений о роли, о роли мужчины и женщины в отношениях. То есть, ну, на устаревших представлениях о роли мужчины и женщины в отношениях это базируется. Ну, за исключением, конечно, тех случаев, когда вам, ну, действительно, например, нравится, когда мужчина вас завоёвывает. Если вот, если вы ставите себя так, что вас нужно завоёвывать, то есть, изначально строите отношения неравенства, да, вот, то мужчина знает, что вы, значит, ну, вы с ним только пока он вас завоёвывает. То есть, это изначально отношения неравенства. К сожалению, к сожалению. И тут, действительно, вам нужно, вот, подумать о том, как вы ставите себя, значит, с мужчинами, как вы с ними взаимодействуете, с какими мужчинами вы вообще поддерживаете контакт, поддерживаете связь, какие мужчины вас привлекают, что они общаются с вами только когда вы им, грубо говоря, не звоните, да, не пишите и так далее. То есть, тут важным становится вопрос, что вас, собственно говоря, объединяет, да? Что вас объединяет, что между вами общего, если что-то между вами общее, ну, помимо симпатии, помимо, там, влечения и так далее, да? И, соответственно, если действует, то что это? Дальше. Очень важно, как вы реагируете на то, что мужчина вам пишет, ну, вообще, и как он вам не пишет. То есть, на то, что он вам не пишет, что же вообще. То есть, этот момент также очень-очень важный. Ибо, если вы реагируете на, ну, на какие-то вещи, да, например, если вы реагируете на то, что он вам пишет, чересчур, допустим, положительно, то мужчина понимает, что это прямой путь к вам, он начинает это давать в строго умеренных количествах, да? И пытается, ну, таким образом набить себе цену, вот, что, конечно, его не графит, безусловно, вот, но, тем не менее, да? То есть, тут, как говорится, что есть, то есть. Вот, но все это, опять же, проистекает из того, как вы устраиваете диалог с мужчиной, как вы взаимодействуете с мужчиной и так далее. То есть, здесь все обтекает вот именно из этого. То есть, если вы делаете это на равных, то, соответственно, это одно, а если вы делаете это не на равных, то, соответственно, это другое. Ну, и судя по тому, что вы описываете, вы делаете это, к сожалению, не сказать, чтобы на равных, потому что, ну, просто потому что мужчина ведет себя вот так. Обобщая все вышесказанное, можно провести итог, что все упирается в то, как вы воспринимаете мужчину, каково его значение для вас. И если у вас еще, помимо мужчин, да, увлечение, помимо мужчин, смысл жизни и точки приложения своей энергии. Дальше. Молодой человек, значит, с которым вы сейчас взаимодействуете, может играть в игру, психологическую игру, которая называется «Я отдаляюсь, ты приближаешься, я приближаюсь, ты отдаляешься». То есть это такая детская игра, детская разновидность игры. Вот. В детстве, ну, в детстве дети играли примерно так же, помните, когда, ну, ребёнок идёт к другому ребёнку, тот от него убегает. Это такая вот игра, на первый взгляд она совершенно, эта игра, безобидная, вот, но, к сожалению, за ней очень много смысла, связанного именно с тем, что дети, они имеют весьма неустойчивые личные границы и болезненно относятся к тому, когда их личные границы, ну, нарушаются, так или иначе, вот, скажем. И именно поэтому эта игра становится возможной для них, вот. Соответственно, соответственно, ваш молодой человек так же может бояться этой самой близости, ваш молодой человек так же может бояться, ну, вот, сближения и вследствие этого ведёт себя вот таким образом. Здесь у вас не так много выбора, то есть, либо вы здесь его принимаете, безусловно, таким, какой он есть, вот, вот, либо вы его не принимаете таким, какой он есть и, соответственно, ищете себе другого мужчину. А если ситуация повторяется, да, то снова и снова ситуация повторяется, то в этом случае, конечно, конечно, нужно анализировать, что именно у вас происходит, как именно вы устраиваете отношения, что именно вы делаете, и только вот на основе анализа можно уже составить понимание того, как вы выстраиваете отношения, и уже там можно вас корректировать. Дальше. На деле отношения я открыто испытываю симпатии, и парень начинает, когда надо расслабляться. Ну, я полагаю, что здесь прав мой коллега Александр Полиско, который сказал вам о том, что, вероятно, вероятно, свою активность вы проявляете слишком сильно, слишком, то есть, вы слишком открыто. И все бы ничего, да, то есть, ну, открыто вы открыто, но вы выбираете мужчин, которых, которые, по вашему мнению, должны вас завоевывать. Еще раз повторяю, вот, то есть, это, вот, ваша такая, ну, ваша противоречия. Которая, кстати говоря, может быть, не случайная, и, может быть, связана с тем, что вы их, просто-напросто, боитесь близких отношений, вот, ну, а не случайно, что вы переживаете по поводу этих самых отношений. То есть, эм, значит, ну, эм, вы понимаете, да, что есть мужчина, и есть вы? И если он откровенно расслабляется, то это идеально вписывается в его личность, то есть, расслабляется он, потому что он такой человек, вот. И, вы, ну, я уверен, что, эм, догадывались об этом, о том, что, что он, вот, такой, но тем не менее, все равно, э, с одной стороны, э, были с ним, да, то есть, ну, поддерживали связь с другом. С другой стороны, э, значит, надеялись на какой-то другой исход, и, с другой стороны, свое поведение тоже не меняло. То есть, вот, вы пишите, да, э, что, э, я думаю, что с ним можно по-хорошему. А вот, э, вопрос у меня, к вам, да, что это насчет, по-хорошему? То есть, по-хорошему, это, как, вообще? Понимаете? То есть, а можно по-плохому? То есть, вы считаете, что, когда вы не отвечаете человеку, там, по-другу, это по-плохому, но почему вы так считаете? Понимаете? Что это плохого? Или это плохо для него? Если это плохо для него, то, опять же, а как это связано с вами? То есть, такое впечатление, что, вот, э, идёт какое-то, э, постоянное такое, оценочное, да, э, суждение, постоянные оценочные суждения идут. Вот. И вы в них, э, сами, как бы, как будто бы, э, ну, как будто бы, путаете. Вот. То есть, возможно, вы и открыты не по своей воле, возможно, вы и открыты не, не потому что, э, хотите быть открыты, а потому что, ну, потому что, э, должны, э, быть открыты, или потому что, преследуете, э, там, стель какую-то, да? Вот, ну, свою стель, да, например, стель, допустим, построить отношения, там, да, и так далее. Вот. И это, конечно, э, это, конечно, э, это, конечно, существенно затрудняет, э, любые проявления отношений, безусловно, потому что, вы, как бы, не, ну, вы, как бы, не свободны, и если вы не свободны, что вы не можете устраивать здоровые отношения. Так, значит, ничего не выйдет, не надо, не надо, не надо себя оценить, не дать время, сразу появляется активность с его стороны. Ну, то есть, знаете, вот здесь, э, когда вы говорите о таких, э, э, качелях, э, да, э, мне приходит, э, на ум, э, только то, что, э, у вас нет, э, знаете, э, ничего общего. То есть, вот, э, между вами, да, между вами, э, нет ничего общего. Вы друг с другом, э, как будто, э, как будто бы не связаны. То есть, или связаны, но, только гендерно. Э, вот. То есть, как, как, как личности, э, вы друг друга не привлекает. Вот, опять же, я могу ошибаться, но, э, очень, 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 очень на это похоже. Вот, на то, что, э, помимо, того, что вы мужчина и женщина, да, вы больше, э, ничем просто не привлекаетесь друг к другу. И тогда, опять же, поднимает вопрос о том, насколько, э, по поводу чего вы выстраиваете отношения. То есть, какой фундамент отношений. Вот. Достаточно ли у вас, э, в отношениях, э, скажем так, взрослого, как компонента. Вот. Ну, достаточно ли. Или, э, э, ну, или, э, или можно было бы, э, например, побольше. Вот. Да, понятно, здесь, э, э, здесь отдельную роль играет цель. Но, тем не менее. Вот это, э, то, чего вам не хватает. На мой взгляд. Э, э, так, э, значит, так, подумал, впрочем, и опять не заканчиваю. Не понимаю, как вести себя. Неужели ко мне можно испытывать это, только когда всё равно. Э, э, ну, вот, э, при такой постановке вопроса, когда вы говорите, что, э, неужели ко мне можно испытывать чувство, только когда, э, мне всё равно. Но, это, э, детская позиция. Эта позиция очень детская, и, мне кажется, что она деструктивная, потому что, э, она, эта позиция не предполагает, э, личную ответственность вашей. То есть, к вам можно испытывать те чувства, которые вы обеспечиваете по отношению к себе. Если какие-то чувства к вам не испытывают люди, значит, есть определённые проблемы. Вот. Какие проблемы? Э, э, понятное дело, что нужно выяснять, но, тем не менее. А так, вы, вот, то, что вы спрашиваете, да, это, э, достаточно детская, детская постановка вопроса. То есть, это, по сути, э, э, признание, э, своего неблагополучия. То есть, это вы, как бы, признаёте, что э, э, с вами что-то не так. Но, ведь, ведь это же абсолютно неправда, неправда. Вот. Потому что, э, я уверен, что с вами всё в порядке. Ну, то есть, вот, вообще, в глобальном, э, смысле. В глобальном смысле, с вами всё хорошо. Просто, может быть, вы себя неправильно ставите, э, в отношениях. Э, это так. Но это можно подкорректировать. А вы видите, как вы сразу, э, говорите, неужели ко мне можно испытывать чувства только, только, когда мне всё равно. то есть, вот, есть, э, понимаете, да, есть какой-то, какой-то, э, ну, перепад у вас. Просто перепад. И с одного состояния, да, в другую, в другую. А можно в этом проблем. Всё. То, что, э, мужчина не может воспринимать вас, ну, э, э, серьёз, э, как ценность. Вот. И по этой причине, э, э, вас воспринимают исключительно только, как, ту, кого нужно завоёвывать. Вот. Это, конечно, неприятно. Вот. То есть, э, анализ нужен, нужен анализ, э, вашего, э, поведения, да, нужен анализ, э, того, как, как вы себя ведёте. И, э, тогда я полагаю, что, э, будет, ну, гораздо больше, э, шансов для вас, э, понять, в чём же тут, собственно говоря, дело. Вот. Я полагаю, так. Я полагаю, так. Э, на этом, в принципе, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что это было полезным. Я постарался, э, э, раскрыть, э, основные моменты. Вот. Хотя, конечно, информации о вас немного и хотелось бы больше. Вот. Но, тем не менее. Если, если у вас остались, э, дополнительные вопросы, вы можете, э, задать мне их уличку. Я буду рад помочь вам. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если, э, вы, э, сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.